Всем привет! Такая очень вкусная утка будет приготовлена в результате сегодняшних манипуляций Ну, грудка это вообще вкуснятина Ну, с куриной не сравнить, это совсем другое Ну, в общем, постепенно начинают действовать Не так много ингредиентов Утка еще в упаковке вакуумированное И на упаковке предложен рецепт приготовления Ну, как вариант Ну, в общем-то, я его и использую Ну, с некоторыми изменениями, как всегда Нарезал сельдерей Очищенные стебли Крупную луковицу Это будет зажарка Жарю на растительном масле Ну, в смысле, сейчас начну Укладываю лук, затем сельдерея Ну, и помешиваю первые пару минут Нагрев может быть максимальный Потом ухожу на средний Делаю маринад Ну, утка не будет плавать в маринаде Я натру Куркума Ну, примерно пол чайной ложки Чайная ложка аджики И соевый соус Довольно просто Ингредиентов немного Но утка не маленькая Немного больше двух кило И маринада недостаточно явно Добавлю еще соевый соус Примерно 50 миллилитров соевого соуса А того будет достаточно Нужны будут Толченые сухарики У меня всегда Ну, или почти всегда Есть вот такие сухарики В пакетике лежат Я измельчаю в чопере Насколько крупными будут кусочки Или насколько мелкими В каждый момент Когда нужно Тогда я и Приготавливаю эти сухарики Крупные или мелкие Ну, сейчас, в общем-то, использовал Вариант мелкие Ну, вот лук с сельдереем Уже стали прозрачными Даже чуть-чуть Зазолотились Чтоб начинка не была Текучей То, что будет погружаться В утку Загружаться Добавил примерно Стакан Молотых сухариков Зеленые яблоки Желательно кислые Можно нарезать Некрупными кусочками Можно и на терке натереть Я где-то Три яблока Некрупных использовал Ну, и получилась Начинка для утки Утка запеченная Яблоками будет Ну, и луком и сельдереем, конечно Ну, такая нормальная Полусухая Смесь Самый раз Что касается количества То непонятно Сколько пометится Сколько не пометится Я вскрываю утку Утенок написано Купил в метру 360 рублей за килограмм Скрыл там влагу Я промыл Тушку Надо ее Обтереть и обсушить Опалить Ну, на самом деле Опалить совершенно Не понадобилось Я Срезал Последние фаланги крыльев Срезал Железу В гуске И оптер Влаговпитывающими Салфетками Ну, и ни одного Волоска я, в общем-то Не обнаружил Ну, увеличительное Стекло не брал Ну, визуально Тушка была Абсолютно чистая Ну, хорошо Жира не так много Я не стал его срезать Маринад загружаю Внутрь тушки Примерно 5 столовых ложек Ну, и просто рукой Растер Со всех сторон Внутри А потом Еще и снаружи Гуску можно И полностью Срезать Наше усмотрение В фаланге Можно Не удалять Последние фаланги Крыльев Ну, в том случае Когда Вы будете готовить Так же, как я В форме Специальной Когда утка Готовится Не в форме А просто На противне Надо эти фаланги Ну, желательно Их срезать Возможно Даже обернуть Фольгой Связать И ножки Связать А потом В процессе Выпекания Надо Периодически Поливать Тушку Выделяющимся Жиром Но это Все Когда делаете Запекаете Без формы Ну, при этом Понятно Что не у всех Есть форма Связываю Кулинарной Нитью Шею Отрезанный Кусочек Что выкидывать Я его Вовнутрь Загружаю Ну, так же Вовнутрь Загружаю Приготовленную Начинку Ну, загружаю Уплотняю Загружаю Уплотняю Ну, и в какой-то момент Дальше Не получается Больше Не получается Загружать Ну, беру Такую Вот Мялку Для картошки Ну, не только Для картошки И с ее помощью Трамбую Ну, и так Она нормально Помогла Мне Утрамбовать Все Ну, вот Видите Я Торжествую Потому что Мне удалось Загрузить Всю Подготовленную Начинку Взял Взял Большую Цыганскую Иглу И Кулинарной Нитью Зашью Ну, то есть Я торжествую Что все Загрузил Потом Через Пару Часов Торжество Сменится Сомнением Может Не надо было Все-таки Все Загружать Ну, давайте Посмотрим Что и как Получится Дальше Зашил Это Отверстие Ну, так Нормально Как хирург Довольно Аккуратно Получилось У меня Мощная Форма Чугунная Эмалированная Ну, я ее Не часто Использую Ну, три раза За год Ну, может Четыре раза Но Запечь В ней Утку Святое дело Очень Очень Удобно Немножко Масла На дно Практически Загружаешь Утку И Через Известное Время Достаешь Она уже Готово Укладываю Утку Что касается Температуры В духовке И времени То Можно Выбрать Режим 180 градусов И готовить Час Двадцать Можно 160 градусов И готовить Час Сорок А то и Час Пятьдесят Но я, кстати Второй режим Выбрал Потому что Я не торопился Мне за это время Надо было Что-то другое Сделать Ну, посидеть За компьютером Еще что-то Накрываю Крышкой Крышка Тяжелая Плотно Хорошо Прилегает Видите У нее Еще Концентраторы Такие Которые Осаживают Пар Ну, отправляю В духовку Выбрав Как я уже Сказал Режим 160 градусов И Через час Тридцать Я посмотрю Что там Происходит Подготовил Мед Сделал его Более текучим Добавив Разбавив Водой Буду Смазывать Тушку И Колеровать Ну, вот Прошло Час Тридцать Час Тридцать Пять Достал Форму Потыков Вилкой Понял, что Ну, еще Наверное Минут 10 Есть смысл Подержать Будет Мягче Подержал Еще 10 Минут Вторично Достал Смазываю Жидким Медом Видите В районе Хвоста Выдавило Начинку Ну, в принципе Ничего страшного Ну, все Нагревалось Расширялось И давлением Нормально Все это Выдавилось Ну, не смертельно Ну, не сказать Чтобы красиво Нитка Порвалась Вернее Нитка Нет Нитка Осталась Целой Порвалась Кожа Которая Была Прошита Ниткой Ну, а так Все Симпатично Укладываю На блюдо Ну, большое Блюдо У меня Азиатское Ничего страшного В Азии Тоже Так Готовят Что касается Начинки Это Яблоки Ну, вы видели Яблоки Лук Сельдерей Я попробовал Вкусно Так что С этой начинкой Подаю А Срезанное Мясо С грудки Это вообще Сказ Сказочное Очень вкусное Смотрите Конечные Заставки Все будет Классно Ну, это Не каждодневная Еда Конечно Но Иногда Есть Желание Когда есть Желание Можно Приготовить Вполне Но Это Не сказать Что дешево Но Не так уж И дорого Утка Кстати Сделана В Ростовской Не сделана А выращена В Ростовской Области Миллерово А купил Я в метро И вскрыл Погрудение Подал Вкусно Рекомендую Всем Приятного Пока Редактор субтитров